За три месяца экспорт Беларуси в Китай вырос в полтора раза. Поднебесную стали больше поставлять минеральные и химической продукции, продовольствия и сельхозтоваров, древесины и целлюлозы. За последние пять лет объёмы взаимной торговли увеличились и по итогам прошлого года достигли 6 миллиардов долларов. На госпособия для семей с детьми в этом году выделено 3,5 миллиарда рублей. Из них два на выплату по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет. При рождении первенца полагается более трёх с половиной тысяч, за второго и последующих почти пять. Всего в стране проживает свыше 121 тысячи многодетных. 15 мая в Беларуси отпразднуют День семьи. Министерство образования запустило горячую линию по вопросам ЦЭЦ и ТЭЦ вступительной компании. Обращаться можно по телефону 8 017 222 43 12 с 9 до 18. К слову, уже 14 числа стартует централизованный экзамен. Первым школьники сдадут русский или белорусский на выбор. Последний звонок прозвучит для учащихся 9 и 11 классов 25 мая, а выпускные вечера проведут 10 июня. Дирекция Славянского базара в Витебске в поисках волонтёров. Заявки принимаются до 13 июня. Уже поступило около сотни анкет как из регионов нашей страны, так и из-за рубежа. Те, кто пройдёт отбор, будут встречать гостей и участников форума, заниматься рекламой и организацией праздника. Сам международный фестиваль искусств состоится с 13 по 16 июля. В Бобруйске пройдёт ярмарка вакансий для выпускников учебных заведений и учащейся молодёжи. 17 мая с 8 до 9 утра и 19 числа с 9 до 10. Участие примут около 30 работодателей. Соискатели смогут пройти собеседование и получить консультацию по трудоустройству. Дополнительная информация по телефону 72 67 94, адрес Гоголя 7.